Манижа. Очень сложный. Егор Крид. Сладкий. Ты где-то 5 лет. Ничего не скажу, потому что очень мало знакомых. Сейчас все, кто заплатили фарды, такие класс. Друзья, всем привет. Это новый эпизод Weak Music и у нас в гостях Fargo. Ура! Потрясающий Грайтер и музыкальный продюсер. Фарго, привет. Привет. Спасибо большое, что пришел. Thanks for having. Я рад, что вы меня позвали. У вас классная команда, у вас классная студия. Давайте поболтаем. Блин, давай. Спасибо тебе большое. Смотри, сегодня мы с тобой будем играть, но перед этим. Хочется немного поговорить о тебе. Вообще расскажи о том, как ты пришел к тому уровню, на котором ты находишься сейчас, как ты начал свой музыкальный путь. Очень интересно. Слушай, я просто попал в свое время в музыкальную школу, и у меня очень много было музыки в семье, родители очень много слушали музыки качественной. И так получилось, что я вот пошел с ней рука об руку, и 10 тысяч часов, которые я потратил на коммерческое там создание музыки, они меня привели к тому, что есть сейчас. У меня на каждую группу населения есть свой хит, который, условно говоря, эти люди знают. Для взрослого поколения это Анивар, любимый человек, там больше 100 миллионов просмотров на ютюбе. Для более юных ребят это там Зиверт Лайв, для более прошаренной публики это Сабрина, ну и так далее. То есть я поучаствовал во всех направлениях музыкальных, ну коммерческой попсовой музыки. Это меня очень греет, это меня очень радует. Это то, к чему я, в принципе, и стремился. Это очень круто, то что ты такой разноплановый творец. Вот. И я даже видела, очень многие пишут в комментариях, и вообще вот во всей этой музыкальной тусовке говорят, что если тебе нужен хит, то нужно идти к фаргу. Вот скажи, в чем секрет этого, как ты это делаешь? Это не работает так. Даже если ты посмотри. Сори. Сейчас все, кто заплатили фаргу, такие класс. Да, да. Это все было не зря. Ну, ты знаешь как, это не работает так, потому что в хите есть много составляющих, и песня это лишь одна из них. А что еще? Персоналити. Ну, то есть человек, который выпускает эту песню. Предыстория этого человека. Если это его первая песня в жизни, то она, типа, очень маленький шанс, что она стрельнет. Если эта песня уже у человека на восходящей траектории, например, как у Зиверт было, то эта песня имеет большие шансы стрельнуть. А если... А как ты определяешь, человек на восходящей траектории или нет? Ну, смотришь предыдущие 3-4 его релиза или последний год его работы, что происходило, где он был год назад, где он сейчас. И это как фондовый рынок почти. То есть если артист растет, 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 то в пике, в пике любая почти песня, которую он выпустит, если она хорошо сделана, она может стрельнуть. Ну, это да. Ну, это вот как происходит сейчас у Егора Крид или Моргенштерна. Они просто такие популярны, что все уже залетают. Да, да, но они больше сейчас на плато, особенно Крид. Вот. Они больше на плато. Есть другие там артисты, которые, например, сейчас не всем известны, но там через полгода-год они будут там звездами, условно. Например? Ну, это скорее, наверное, хип-хоп, это скорее, наверное, там, Айот, Сода Люд. Так, мне кажется, Майот уже очень популярный. Его уже звали в GQ и все. Среди московского там истеблишмента и бульварного кольца, да. Но в целом, если так посмотреть по всему рынку русскому, то нет. Вот. И есть такая категория артистов, которые сейчас на восходящем тренде. Так вот, ты спросила, что входит в хит. В хит ходит не только песня, входит в персоналити. Входит время релиза и есть ли инфоповоды какие-то к этому релизу. Например, «Мало половин» — крутая песня, но она могла бы так не сработать, если бы не было развода, если бы не было супердрамы, которая в Инстаграме разыгралась вокруг Оли Бузовой. Простой пример. И большинство хитмейкеров, которых ты считаешь хитмейкерами, если открыть их дискографию, то ты найдешь больше 80% треков, которые не стрельнули, при этом они хорошие. Ну, типа, это не работает так, что человек делает каждый трек — он хит. Да, я понимаю, как зацепить ухо, но кроме зацепить ухо еще есть много разных вещей, которые должны случиться, чтобы получился хит. Но еще нужно, ну, как я поняла из твоих слов, правильно подобрать время. Правильное время, правильная личность, правильное время, правильная личность, правильный материал. Окей, а что тогда ты можешь гарантировать людям, которые обращаются к тебе? Я могу гарантировать людям, что я... Качественный саунд. Это я сделаю тегом своим. Обязательно хороший, реально, хороший контент, хорошее качество, лучшие звуки, инструменты, технологии и так далее. Цепляемость. То есть я всегда делаю треки, я стараюсь не делать инди-музыку, не делать странную музыку. Я люблю, когда есть четкий хук, который цепляет ухо. Ну, если я не работаю, допустим, с Эрикой Людманом или с Сабриной, это немножко другая. Эрикой и Сабриной, это мне эта альтернатива больше. Это другая, да, это тема другая, это просто поток, это просто реализация каких-то своих мыслей, идей и так далее. Если мы говорим про коммерцию, про попсовые какие-то треки, то я делаю, действительно, который стоит достаточно дорого, да, то я делаю, естественно, чтобы был хук, чтобы была зацепка, какой-то инструмент или какая-то фразочка, или какая-то мелодия вокальная. И она точно будет в треке. Вот. И еще я всегда ищу, я всегда изучаю артиста, под которого я делаю материал, и всегда делаю так, чтобы он ему подходил. То есть, если ко мне обращается какой-нибудь блогер или какой-то артист, я смотрю 10 его интервью, я смотрю на его ценности, которые он транслирует, и примерно понимаю, что ему сделать, чтобы это было и ему понравилось, и оно его отражало. Только для написания бита, или ты текст тоже делаешь? Текст тоже. А, то есть, артисты, которые тебе покупают, ну, песни, это прям полный пакет? Ну, да, да, это под ключ называется. То есть, если, ну, просто бит сам по себе, он особо ничего, как бы, не дает. Ну, это на Западе, возможно, работало еще раньше, сейчас уже тоже не работает. То есть, обязательно должен быть крючок по тексту, обязательно должна быть мелодия топ-лайн, классная. И бит, он скорее в России особенно, в России бит скорее он такой вторичный. Интересно, я думала, что ты только биты, кстати, продаешь. Но ты же говорил, что ты сонграйтер. Да. Поэтому, окей, скажи, кого ты сейчас продюсеришь? Если ты имеешь в виду под продюсированием 360 проекта, в первую очередь Сабрина. Мы ее развиваем, я в нее верю, я вижу ее как будущее. И у меня готовится еще пара проектов тоже на 360, которые я пока не готов тебе рассказать. Но я надеюсь, что они тоже будут тебе знакомы, известны, когда мы выпустим первый материал с ним. То есть, получается, пока только Сабрина, все остальные просто какие-то разовые? 360 Сабрина. Ну, как разовые, допустим, ну, с Эрикой мы постоянно работаем, мы почти весь альбом с ней сделали. Но это не мой артист, она просто приходит ко мне за контентом, мы вместе коллаборируем, что-то делаем. И она дальше идет как бы по своим делам. Вот. Так, чтобы я полностью занимался карьерой артиста. Да, это сейчас Сабрина. И у нас будет еще Эрик, у нас будет еще Вова. Ну, в общем, еще три артиста у нас будет. Окей, ну, пока не можешь разглашать. Нет. Ну, это даже ничего не скажет, потому что это артисты, которые прямо вот... Ну, я, которые хочу вырастить прямо. Поняла. Скажи, какие ближайшие проекты нам стоят от тебя ждать? Какие ближайшие проекты стоят от меня? Я сейчас максимально работаю над вот этими историями. Я сейчас максимально делаю контент для своих артистов. Сегодня ночью вышел альбом Кати Адушкиной, которым я тоже сделал много треков. А что ты делал у нее в альбоме? Вы как раз таки обсуждали эту тему. Вот интересно, что ты думаешь насчет этого альбома. Что я думаю насчет этого альбома? Ну, смотри, я не могу комментировать, потому что я не один делал альбом. И сейчас, если я буду какие-то конкретные треки комментировать, это будет некорректно. В целом, он чуть-чуть позатянулся по производству. Я был вчера вот на презентации его. Она классно выступает вживую, я могу это сказать. Она же еще танцовщица, поэтому, да. Да, это я имею в виду. То есть она клево отрабатывает вживую, она танцует круто, она ставит харягу. Ну, это шоу реально. И вчера там было, наверное, просто в совокупности у людей, которые там были, было аудитория, наверное, 150 миллионов. Типа прям тиктокеры там, каждый по 15, каждый по 20. Типа такие прям большие артисты у меня были на этом. Ну, это я отвлекся. В общем, да, ближайшие проекты, наверное, это с Сабриной выйдет у нас песня на стихе Ахматовой. Нас позвали в этот проект, но мы не успели там просто вписаться в него по тех причинам. И сейчас вот мы выпустим через неделю-две трек. Ну, мне кажется, у нас очень крутой трек на вот эту тему про Ахматову. Но вот послушаешь, мне скажешь потом. Окей, будем ждать. Круто. Теперь мы переходим к игровой части. Смотри, мне нужен, да, твой телефон, плейлист. Скажи, где ты чаще всего слышишь музыку? В каком приложении? Наверное, сейчас это бум, потому что я слежу за русским рынком очень активно. Раньше, ну, у меня есть и Spotify, у меня есть и Apple Music. Хочешь, в Apple Music сделаем, чтобы было... Друзья, к сожалению, мы не можем вам включать треки целиком, так как YouTube блокирует ролики за нарушение авторских прав. Но вы можете их послушать по ссылкам внизу. Приятного прослушивания. Нормально? Нормально? Да. Так, Apple Drake. Мне надо рассказать про эту песню. Ну, что-нибудь про Дрейку. На самом деле, эту песню Дрейка я услышал очень поздно по сравнению с хардкорными фенами Дрейка. Потому что для меня всегда был Дрейк, это Toronto Sound, это медленный овио стилек. Все, когда зафильтрованное, ничего нет по верху, все по низу идет. И очень медленно для ночной дороги. Вот. Но потом ко мне на студию приехали ребята, фанаты Дрейка, и сказали, что, наверное, самая попсовая песня Дрейка – это One Dance. Такой, да, я не слышал даже трек. Она крутая. Они меня включили, я такой, да. И у него классная мелодия, там, ну, в его стиле, типа, мне очень понравилось. Но сегодня я смотрел лайв этой песни. Ребята, это чистое совпадение. Сегодня я смотрел лайв этой песни. Я тебе сейчас покажу на ютубе свою историю, просто чтобы ты поняла. Да не, я верю. И, ну, это ужасный лайв. А, в плане он плохо выступил? Ужасно он выступил. А я, кстати, смотрела лайв Рианы очень многие. Она тоже не очень хорошо выступает. Рианы? Да. Хотя, кто это, конечно, чтобы слушать? Риану, посмотрим, как Яну выступает. Не, Риана на самом деле, да, такое. А, да, он что-то... Он прям плохо выступил. Ничего, что я занимаю время эфиром. Вы вырежете, если что, эту тему. Ну, типа, плохо прям спел. Слушай, не знаю. Может, у него какие-то проблемы были в этот день? Ну, да. Это же не, как бы, понимаешь, вот эти ребята... Не сложная вокальная песня. Да, да, они не супер вокалисты, и это нормально. То есть они берут идеи. Окей, давай дальше. Идем дальше. Шафр. Ага, стыль. Ой, это что-то очень знакомое. Подожди, Ана. И ты вот это... Это у тебя в Буме? Ну, нормально. А в Буме нету стиля, да? Типа, в Буме только Кальян Рэп. Я к Кальян Рэп, особенно к Джоди, отношусь хорошо, но просто... Передадим ему. Смотри, очень крутой трек, вот этот, Канни Уэста. Really, really, really. То есть это даже не его трек, это стель трек. Но он классно там залетает на фит. Я люблю фанковое звучание. А это чистый фанкет с такой, с бас-линией классный, с гитаркой. Припев клевый, фальцетный. Очень, да. И его куплет классный. И это прям хит до сих пор. Это поп-хит, да. То есть если смотреть на дискографию Канни Уэста, то есть у него много более странного материала, такого темного. Если там взять какой-нибудь Иисус и так далее. Да, да. То есть там все такое на хардкоре. А здесь, типа, жвачная такая тема, которую я искренне, как бы, люблю. Класс. Дальше идем. Не знаешь, этот трек? У-у. Ну, я дикий фанат, как бы, Дорна. Вот у нас все, кто приходили, кстати, любят Дорна. Ну, да. Потому что он очень крутой музыкант. Фирменный музыкант. Он делает ту попсу, которой в России никогда не было. И, возможно, и не будет. Такую прямо западного образца. Типа самых высочайших стандартов качества. И идейно, и все такое. Поэтому все, что он делает, я за этим за всем слежу. Так, давай дальше. Еще два трека нужны от тебя. Но любые уже можно. Уже любые. Уже не обязательно, да? Да. Просто было интересно, что русское ты слушаешь. Ну, смотри, в чем прикол. Мне нужно слушать все по роду службы. Понимаешь? То есть я слушаю и, не знаю, Френдзону и... Френдзона! И Джон, да. И Джонни. И все на свете, короче, я слушаю. Понимаешь? И как относишься к ним, к Френдзоне, к Джонни? Ну, это разные зоны. Ну, я ко всем отношусь клево. Ну, кроме, наверное, тех, кто прямо байкит жестко. Например? Ну, рэперов вот всяких. Вот, которые 50к, сумки у папы. Как его зовут? Некоторые ребята, которые в хип-хопе как бы двигаются, они очень жестко копируют, ну, Запад, очень жестко. Прямо до того, что интонации копируют. Прямо вот интонирование. Ну, вот, например, Китова, давай вот примеры. Имена немножко на имброзы. Ну, например, Сода Люв. И кого копируют? Они копируют то Янг Тага, то копируют... Пацана Забок отзвали его. Вот, допустим, Лав 66 пацан есть. Ну, Плейбой Карти жесткий тоже. И Янг Таг. Ну, короче, очень много, если покопаться в их, так скажем, инспирейшенах, они очень много от них берут. Слишком много. Ну, может быть, они просто вдохновляются и не могут интерпретировать по-своему? Уверен, что они так бы и ответили на этот вопрос, что они там... У меня заготовлены... Что они сэмплируют и так далее. Я говорю только свое мнение. О, это хаос. Короче, у меня был период, когда я очень увлекался хаос-музыкой. Я бежею. Мне кажется, все был такой период. Да. Такой соуфл, знаешь, хаос, который ни к чему не обязывает. Можно просто выпить коктейль, потанцевать. Типа, знаешь, отдохнуть и так далее. Мне вот эта песня нравится. Это смесь черного такого вокала, солового и хаос-бита. Да, ну, соуфл хаос, классика жанра. И сюда же, на самом деле, вот это мой самый любимый чувак. Из всех в мире. Да. Как зовут? Джемми Ракуай. Называется Джемми Ракуай, его группа. Но вы наверняка знаете другие его треки. Это 100%, если я включил бы какие-то более популярные. Это парень, который нереально круто двигается. Делает прифанкованный музон. Все, как я люблю. Танцевальный музон, под которого хочется отрываться, веселиться. Если я был один раз на его концерте, я кайфанул жестко. Очень круто. Где концерт был? В Лондоне был его концерт. Круто. И потом я еще был через два дня на концерте Фаррелла Уильямса. Тоже моего любимого, одного из моих любимых. Да. И мне тоже очень понравилось. Я его фанат хардкорный. Прямо с нулевых годов, когда он был продюсером, делал треки для других артистов. Для Джассина, Димберлейка и так далее. И вот попал на его лайф. Меня, конечно, впечатлило очень сильно. Круто. Вообще классная подборка. Даже и не скажешь, что такие вещи слушаешь. Интересно. Спасибо большое. Я не знаю, как к этому отнестись. Нет, я имею в виду, что такие многогранные. Слушай, ну, конечно. Разные треки. Человек, который работает в коммерческом секторе и на русском рынке, он... Должен смотреть и слушать все. Да, и плюс, как бы, это я все слушал до того, как начал работать в коммерческой этой истории. То есть мне пришлось изучать, мне пришлось уходить от этого и прийти вот к этому. Угу. Потому что в России как бы... Окей. Работает. Интересно. И мы переходим к третьей части. Давай. Сейчас я буду называть тебя артистов. Давай. И ты должен говорить первую появившуюся в твоей главе ассоциацию. На имя этого артиста. Давай. Можешь комментировать, можешь не комментировать. Я, конечно, попрошу прокомментировать, но ты можешь не комментировать. С удовольствием прокомментируй. Да. Начнем? Да. Давай первое. Манижа. Очень сложно. Подобрать ассоциацию? Нет. Очень сложно. Она очень хочет быть сложной. Какой-то премиальный. Такой на острие. Как бы музыкальные мысли. Слишком сложно. Вообще в целом. Тебе кажется, что эта сложность наносная, искусственная? Вот. Отлично. Спасибо. Мне кажется, что некоторые люди идут к сложному ради того, чтобы быть сложным. Вот это интересно. Не знаю, насколько это к Маниже применимо. Ну, это просто мое впечатление. Не могу сказать, что я супер погружен в ее творчество, но некоторые моменты, которые я слушал из нее. Во-первых, это очень западно. Это очень западно. Это очень по-черному. И, видимо, она попала мне на глаза в тот момент, когда я переосмысливал свое отношение вообще к черной музыке. Я понял, что это не единственная музыка, которая существует. Хотя раньше я как бы так думал. То есть я никогда не слушал там Radiohead, там Coldplay. Ну, редко. Не слушал? Почему? Нет, я никогда к белой музыке особо не относился. Я всегда слушал Motown, James Brown, Michael Jackson. Типа вот такая черная музыка. Michael Jackson бы обиделся, что ты его к черным отнес. Он все же не пытался уйти за этого старца. Да, и потом я переосмысливал вообще эту всю историю. Посмотрел на белую музыку, на европейскую музыку, на русскую музыку посмотрел. Это было тоже очень интересно. И как раз попалась манижа, я такой, ну, это чуть-чуть карго-культ. Чуть-чуть. Ну, для меня. Чуть-чуть такой... Интересно. Так, двигаем дальше. Люся Чеботина. Это стать. Вот я когда Люсю, я вчера видел ее тоже на мероприятии, Люся всегда, она себя прямо несет. Она прямо королева, принцесса, не знаю, как сказать. Это есть у нее. Хотя она такая прям девчонка, на самом деле, народная. Народная. Девчонка народная. Она такая, с ней когда вот общаешься, она простая и приятная, и все такое. Но у нее есть вот этот вот королевский выход. Это, мне кажется, это правильно. У меня этого нет. Я максимально как бы... Но, мне кажется, знаешь, немножко как Дива, нет? Да, Дива. Это круто. Это Дива, она заходит, у нее шуба, она такая, кто, чего, кого. Это клево, на самом деле. В плане музыки очень талантливая девчонка и пишет сама, и все такое. И понимает, что как бы в России работает. Вот. Да. Окей, двигаем дальше. Сюзанна. Сюзанна. Я как бы фанат... Смотри, мне сложно быть объективным, потому что я работаю с Сабриной, а у них есть определенные недопонимания. Я считаю, что Сюзанна поступала неправильно с Сабриной долго и много. И мне сложно как бы объективно об этом говорить. Я считаю, что она очень талантливая девчонка. Если одно слово, то она крэйзи просто. Ну вот она чуть-чуть, ну, мне кажется... То есть, Манижа, сложно ли все стать Сюзанной крэйзи? Да, она прям крэйзи. Окей, давай дальше. Егор Крид? Сладкий. Сладкий? Да. Ты так, да, чувствуешь по отношению к нему? Ну, я как-то, да. Ну, это я чувствую. Нет, ну это что, я оценка. Нет, я по отношению к нему не чувствую никаких эмоций. Ни негативных, ни позитивных. Но его в целом образ, со времен еще, когда я о нем узнал, он закрепился у меня в голове. И вот эта сладость у меня в голове постоянно. Согласна. Дальше. Сироткин? Ламповый какой-то он. Да. Он ламповый, он такой максимально аутентичный, теплый, винтажный. Ну, как мило. Ну, он такой просто. Да, он классный. Скриптонит? Легенда. Как это мило. Легенда тоже мило? Нет, ну круто, что человека при жизни называют легендой. Знаешь, обычно статус легенды, ну, к сожалению, не прописывают людям после смерти. Ну, у Скрипа просто как бы культовый статус. Да. Причем я уверен, если с ним тоже пообщаться в жизни, он обычный парень. А вы не знакомы? Я с ним знакомился один раз в 2014 году. С тех пор пришло лет 7. Получается 8 уже даже. И с тех пор я его не знаю. Но когда он только приехал в Москву, самое-самое первое выступление на Газгольдере, на Курской, я был диджеем на этом мероприятии. И он мне давал флешку с своими треками, которые еще не вышли. Я их там запускал. И он показался мне простым парнем, достаточно. Но тот вклад в музыку, визуальный ряд и стиль, который он нес, и его манеры, конечно, исполнять, это уникально. И это, ну... Он прекрасен. Это заслуживает, на самом деле, такого отношения. Да, true. Дальше кино. Кино — это тембр. Ну, у кино тембр есть. И она его может круто использовать. И в R&B, и в Soul. Сейчас она рок делает, вообще, насколько я помню. Вот. Кино — это тембр, он у нее есть, и ей надо им пользоваться. Окей. А мусит эти бадзе? Ничего не скажу. Потому что очень мало знаком. Очень мало знаком. Единственное, из тех людей, которые форсят, я понимаю, что это супер-артовая какая-то история. Но я не могу прокомментировать это сознанием делать сейчас. Окей. Давай дальше. Тимати. Тимати — это западник. Вот такое слово у меня есть. Западник. Человек, который нес всегда американские ценности. Со времен начала своей карьеры. Я не знаю, ты застала? Нет, не застала его? Ну, смотря, как уж точно это начало. Ну, вот, когда он был совсем малышом, нет, а вот это вот плачет, небеса... Достала. Ну, да, начало. Ну, это 2003 год, 2004 год, 2005 год. 2005, да, наверное? Это 2005 год. Ну, да, он был уже... Сколько? 2006. 2006. 2006? Ну, смотри, он с самого начала нес как бы вот эту западную эстетику, протестантскую этику рабочую. Протестантскую этику? А это как вообще выражаться в музыке? Ну, смотри, в американской культуре вообще богатство и роскошь, оно имеет немножко другой контекст. В американской культуре, если ты богат, значит, ты благословлен Господом, значит, ты хорошо поработал, значит, ты молодец и ты заслужил попасть в рай. Очень, очень упрощаю, очень грубо. В восточноевропейской и в византийской вот этой всей эстетике обратная ситуация, богобоязненность, то есть быть смиренным, сильно не выпендриваться. Так вот, он нес в Россию, в Восточную Европу вот эти вот ценности американской жизни, которые очень сложно заходили на самом деле. У него было очень много хейтеров всегда. Вот, но мне очень была близка эта музыка в то время, R&B, такой хип-хоп. И мне, я уже потом, наверное, откололся, когда он начал делать более такой вот мемный совсем рэп. Ну, он очень хороший человек, я с ним знаком лично, и хейт в его сторону сильно преувеличен. Мне тоже кажется, что он хороший. Но он клевый, на самом деле он клевый. И я даже так скажу, люди, которых в медиа не очень недолюбливают, они, как правило, клевые. Люди, которых в медиа бласкивают, как правило, они не очень. Ну, такое, есть какое-то такое ощущение. Интересная мысль. Так, осталось два персонажа, Моргенштерн. Одно слово сейчас придумаю какой-нибудь, который ему подходит. Ну, он троллит, наверное, он троллит. Круто очень. Все, вокруг. Настолько круто, что это искусство, мне кажется. И, кроме того, он очень круто исполняет. У него очень крутые длибы, у него очень крутое владение голосом. Он очень креативно придумывает разные манеры в разных треках. И я считаю, что он заслуженно в топе в плане музыки. Неожиданно. Я это выложу к себе в инстаграм. Но это не такое нерасхожее мнение, мне кажется, среди музыкальных кругов. А прикол в том, что я не оцениваю его, скажем так, я не оцениваю его... Я оцениваю только музыку, его умение исполнять, его талант музыкальный. Вот что я оцениваю сейчас. Я не оцениваю смысловую нагрузку, которую он несет. Хотя, если покопаться, наверное, вот этот троллинг, пост-ирония, пост-мета-модерн и все такое, можно притянуть его к тому, что он делает реально арт, и он высмеивает пороки общества и так далее. Это можно сделать. Но я говорю только про умение. Ты думаешь, он вкладывает в этот такой смысл? Я уверен. Я уверен, что он не глупый парень. Не, ну да. Я вот очень сильно поменяла свое отношение к нему, когда посмотрела Интериус Дудема. Ну и напоследок Федук. Федук — это поп-исполнитель, который тусуется все время с рэперами. И себя почему-то хочет все время с рэперами ассоциировать. И с ними консолидируется. Мне кажется, Федук больше в сторону Дорна, бестселлера, больше в сторону стильного поп-крим-соды. Кстати, крим-соды ему сделали в последний львом. Больше в сторону крим-соды, вот такого больше хаосового звучания, более стильного и так далее. Ну, это попсовик в рэп-тусовке. Вот так я бы сказал. Окей, поняла тебя. Спасибо большое за то, что выскала свое мнение. И напоследок я бы хотела, чтобы ты дал, может быть, несколько советов нашим зрителям, которые хотят развиваться в музыке. Вот как бы ты им сейчас посоветовала заходить во все это пространство? Как искать свое звучание? Просто немного советов от мудрого человека. Ну, первое — это 10 тысяч часов. То есть надо прямо провести за этим время. Зачем конкретно? За написанием песен? Ну, смотря в чем ты хочешь преуспеть. Если ты хочешь преуспеть в том, чтобы быть классным автором, надо 10 тысяч часов писать песни. Если хочешь преуспеть в том, чтобы быть классным, я не знаю, блогером, надо 10 тысяч часов пилить контент, и ты в нем, и у тебя появится крутой скилл для того, чтобы это делать. И плюс еще у тебя остаточный хвост от этого времени будет наращиваться аудитория. 10 тысяч часов, интересно, это сколько? Ты где-то 5 лет. Ну, если смотреть рабочий день, условно, там, 8-часовой, то 5 лет достаточно для того, чтобы в какой-то сфере наработать хороший скилл. В общем, первый совет — это прямо вложиться в это силами. Второй совет — это работать в интернете, конечно, быть активным, быть проактивным. А заходить в TikTok нужно или нет? Вот можно быть популярным артистом сейчас и не вести TikTok? Я думаю, что если они стали популярными в до-тик-токовскую эру, да, можно не заходить в TikTok, можно его проигнорировать. Если они начинают работу сейчас, то не TikTok, так и другая какая-то социальная сеть, она будет, им нужно быть в ней активным. Исключение какие-то миссии. Типа, знаешь, есть такие люди, которым вообще ничего не надо, условно, там, Земфира, условно, вот такого уровня артисты, которым, в принципе, мои советы особо не нужны. Они по-любому будут крутыми, независимо от платформ, социальных сетей и так далее. Вот, а вообще, ну, да, мне очень сложно дается вообще в TikTok. Мне даже зайти туда тяжеловато, честно говоря, потому что там много всякого трэш-контента какого-то детского. И нужно искать свои сильные стороны. То есть надо развивать свои сильные стороны и не пытаться играть на своих слабых сторонах. Например, если ты очень крутой битмейкер, но не очень крутой текстовик, то ты должен фокусироваться на треках, которые тащат больше бит, а ты тащишь больше там исполнением, характером. Мне кажется, хороший пример в этом плане там Слава Мерло. Только что хотела Даня вам сказать. Хотя он очень круто выступил на вечернем Мурганче. Он круто, нет, он круто выступает, он круто пишет биты. Не могу сказать, что он гениально пишет тексты. Они простые, они работают. Вот пример как бы из такой, да, из такой истории. Твои сильные стороны, именно тебя сильные стороны вытащат в топ. То есть в топе только люди, которые, в принципе, работают со своими сильными сторонами. Окей, очень интересно. Спасибо тебе большое. Вам спасибо. Вот, а вы, друзья, подписывайтесь на наш канал, ставьте пальцы вверх и всем пока.